Когда 16 числа мы выезжали, выезжали мы через вот этот же Мангуш, поселок. Ехали мы с 11 утра до 11 вечера, мы проехали 7 километров. Вот это от Приморского района Мариуполя до Мангуша. Колона шла, ну сколько видит глаз, до горизонта. Колона и машины, и по обочинам шли люди. Ну, у кого были места, подсаживали в машины, везли. И Мангуша в 11 вечера, представьте. Там на Азовстале очень хорошее бомбомбежище. Большие, да. И там поэтому, ну там много, в общем, людей ховалось, у тех, у кого побили квартиры, дома. А бомбомбежище еще советских времен поставались. Они именно настоящие. Не подлавы просто, а там как положено. Вентиляция, вода, несколько выходов. Если где-то какой-то выход завалит, можно выйти, то есть там, ну серьезно, там с серьезными железными дверями, вот такими, как люки, там там все можно было и закрыть, и все серьезно. Вот просто, вот это сосед за мной, и он вот тоже видно, что крыши нет, видите, разваленный. Вот это должен быть мой дом. Но если вот дом, крыша видно, то где у меня крыша? Ей нема. Вот это девятиэтажки, ну тут только видно сгоревшая часть. И тут точно так же, вот тут тоже нет подъезда, он просто выпал. Это только бомбы. Снаряды, пушки, такое не делают, ни мины. Это только авиабомба. Вот, бачите? И вот просто он едет и показывает, вот остановка там, жиночка лежит, ну накрытое лицо. Еду дальше, еще кто-то лежит. Еду дальше, еще человека три лежит. Вот машина стоит разбита, и возле машины люди лежит. То есть, никто их не собирает, и никому не надо. Тут просто лежат трупы, вот как выучили. Я говорю, я уже думаю, не буду повертаться. Ну, я для себя их не пробачу, потому что, скажу, моя хата разбита. Это квартира моих родителей, квартира моей сестры. И там стояли танки их, и никаких российских, украинских солдатів там не было. Они просто расстреливали дома. Причем дома такие старые, сталинки, хрущевки. Ее страшно там лишний раз молотком стукнуть, чтобы гвоздь пробить. Они стояли танками, и дома попадали. Как такое можно просто?